Вкусное блюдо Давайте с вами сегодня приготовим это нежнейшее и вкусное блюдо, которое готовится за считанные минуты. Всем привет! Давайте с вами сегодня приготовим нежнейший вкусный заливной пирог. Готовится просто, получается вкусно. Все ингредиенты и их количество пропишу под видео, захотите смотрите и конечно же готовьте. А кому интересен рецепт приготовления, оставайтесь вместе со мной. Берем салатник, добавляем сюда 2 яйца, 1 столовую ложку майонеза, соль и все хорошо перемешиваем. Я буду использовать венчик, можно взять миксер. Далее сюда добавляем сметану, перемешиваем все. Добавим соду, перемешаем и просеянную муку. Все перемешиваем до однородного состояния. И заливное тесто у нас готово. Тесто готово. Пока будет сода давать реакцию, мы подготовим начинку. Берем яйца, я их предварительно отварила и нарезаем средним кубиком. Еще для начинки мне потребуется зеленый горошек консервированный и много-много зеленого лука. Берем салатник, высыпаем сюда яйца, горошек, зеленый лук. Добавим немного черного молотого перца и немного соли, чуть-чуть. Перемешиваем и начинка для пирога готова. Берем форму для запекания. Можно брать любую, стеклянную или силиконовую. У меня вот такая форма. Она самая удобная для меня. Добавляю буквально 2-3 капли растительного масла и смазываю форму. Многие говорят, что форму не надо смазывать силиконовую. Это все по желанию. Я всегда смазываю. Смазываю при помощи силиконовой кисточки, дно и бока формы. В форму выливаем половину теста. Сверху выкладываем начинку. И сверху заливаем оставшимся тестом. И теперь все отправляем в предварительно разогретую духовку до температуры 185 градусов примерно на 30-35 минут. Прошло 30 минут и заливной пирог готов. Он получается вот такой красивый, с румяной корочкой и очень нежный и вкусный внутри. И вот такой оригинальный, быстрый в приготовлении, очень вкусный и нежный заливной пирог с яйцом и луком у меня получился. Теперь пирог можно нарезать порционно и подавать к столу. Как видите, что рецепт очень прост в приготовлении. И если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А также смотрите мои другие видео, оставляйте свои пожелания, пишите комментарии. Не забудьте подписаться на мой второй канал, там вам будет интересно, ссылка находится под видео. Заходите в группу ВКонтакте и в Одноклассниках, делитесь своими рецептами. А вам всем скажу, чем больше вас, тем интереснее готовят для вас. Готовьте, экспериментируйте на своей кухне и все у вас получится. Всем пока-пока, всем хорошего настроения, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok